доброго времени суток всем кто зашел на мой канал сегодня я первый раз получил посылку из китая с алиэкспресс моим первым заказом стал сканер для оцифровки пленок фирмы opix от одноименного магазина я ссылочку там в описании потом и надо сказать что первые приятные впечатления получил уже от самой доставки так как скорость доставки впечатлила ну всего за 9 дней а ведь это все таки из китая не откуда-то там из соседнего города я был удивлен хотя на сайте было сказано что ваш заказ будет доставлен в течение 24 39 дней заказывал я бесплатной доставкой китайской почты чина почт прослеживал весь путь заказа на сайте продавца и доставили мне уже в украине укрпочты у нас там договор есть что такое ну вот собственно все доставки а теперь я буду распаковывать свой долгожданный сканер и по ходу рассказывать что к чему хочу сразу заметить что видео с рабочими моментами и оценками качества самого сканера я выложу после того как поработаю со своим семейным архивом мы начнем распаковку скрываем почтовую коробочку довольно таки легенькая заявлено там 272 грамма сам прибор кстати самое прикольное что здесь написано хоть и китайская почта но написано таллин эстония интересно видим внутри качественную очень упаковку достойно выполненную кстати коробочка сканера признаться я не рассчитывал что будет вообще какое-нибудь качество упаковки не говоря уже о таком нормальном открываем вот начинается все с визитки фирмы производителя оптикс для связи и пожелания прекрасного дня очень приятненько о белые перчатки похоже на спандекс вот такая неплохой пошивчик интересно ну раз уж они тут есть давайте уже их оденем наверное в них работать надо рекомендуется будем побыстрее двигаться что у нас там дальше упаковано все очень красиво компактно пакет с бумажками что тут у нас видим инструкцию так неудобно перчатках скользят снимаю короче инструкция на трех языках китайском в том числе дальше инструкция слайд сканер официальная инструкция на русском языке и как заявлено гарантийный талон официальной гарантии от производителя дальше что там у нас по комплектации идет зарядное устройство 220 вольт на выходе 5 вольт дальше у нас кабель для передачи видео сигнала на телевизор вот такая возможность присутствует это у нас юсб кабель метровый кабель заявлено метр двадцать может так есть так сразу кстати заряжать можно его и от компьютера сам прибор это щеточка для чистки изображения экрана вот такая вот щеточка в комплекте есть специально так а вот и сам так пока все по комплектации нормально а дальше вот сам сканер конечно очень легкий впечатление как пушинка вот так выглядит сам сканер вот его экран 2 4 дюйма пленочка есть все на месте пока снимать не будем как сюда входит сами рамочки это у нас включение юсб и тиви выход здесь карта сохранение файлов должно происходить на карты памяти sd вот это вход для них вот насколько я понимаю но в комплекте не вижу и не должно быть моем случае так как я заказывал сканер без карты потому что там комплектации должна была быть карта там есть разные варианты заказа но по той цене по которой они там впихивают 16 гигабайт типа в комплекте я могу в той же розетке купить допустим на 64 гигабайта карту такого же качества но намного дешевле но это уже классическая лирика как я говорил 272 грамма заявлено наверное так и есть и вот тут дальше идет в комплекте так рамочки рамочки вот они рамочки это у нас смотрим инструкцию рамка для пленки для восьмерочки 8 миллиметровой пленки идет какая-то из них короче будем разбираться потом для восьми миллиметровой пленки для 110 и 126 пленки идет вот это это идет я так понимаю слайд модуль для 35 миллиметровый наша привычная пленка производитель заявил что пленку можно не резать а сканировать прямо целым рулоном это кстати одна из главных причин почему я выбрал именно этот сканер из десятка других ну и вот слайд модуль короче какой-то из них ящик не разобрался на какой-то из них вот для пленки и какой-то для слайдов то есть их можно и рамках и без рамки так подключим его к сети смотрим все работает он или нет включили вот power нажимаем а вот загорелась лампочка у нас вот мы можем наблюдать капчу переход фильм вот язык давай посмотрим окей язык надо выбрать давай выключим боем пока теперь давай включим посмотрим что перезагрузить надо что-то непонятное тут в принципе 8 языковых но русского тут почему-то нет не вижу вот французский английский там но оставим на английском тут в принципе должно быть все очень хорошо понятно ну и дальше как то так вставляется выбирается формат и пошло-поехало ну будем разбираться карта памяти вставляется сюда она идет до 32 гигабайт рассчитана мы будем смотреть короче все я доволен покупкой буду дальше юзать наконец-то десятилетие памяти можно будет перевести себе в телефон компьютер напоминаю что технические характеристики впечатления от работы сканера я выложу на канале когда поэксплуатирую его как следует вот ну в общем все пошел разгребать закрома с пленками вам люди всего самого наилучшего будьте здоровы и всегда под хорошим впечатлением от своих покупок пока